Подаю, это не гигиенично, на автобусе начали плитку ложить. Брось! Подглядите, ах поймаю. Столько получилось творога. Пошли. Всех троих. Миссия невыполнима, как тут и было. Замазать по мере возможности. Чтобы были куплены, чтобы ассортимент был. Не очень качественно, но... Мешает? Ребят, привет, мои хорошие. Утро начинается, тока, ну как тока, подоил, еще пенка не спала. Тут стоит творог, надо будет слить. Ну покажу результат, сколько получилось. Слив показывать не буду, потому что сказали нафиг. Одной рукой боба чешу, одной сливаю. Это не гигиенично. Ну в принципе правильно, ну вот такой я как бы. Сейчас Ира уехала с матерью, уже что-нибудь процесс пошел. Мать на первом поезде, хотел сказать. На паровозе, на автобусе. Ну и поехали. Сейчас ремонт чуть покажу. Тут видите, стены те же кирпичи, просто их уже покрасили. Облагородили. Стены прогрунтованы. Видите, вот кирпичики налепили. Огонь. Потолок. Мяу. Ну тут еще процесс идет. В принципе чуть шлифануть, и наверное можно уже обои клеить. Сейчас кстати вставочку сделаю, как вот эти кирпичи клеили. Посмотрите. Начали плитку ложить, вернее Иришка начала ложить. Если это можно назвать плиткой. Он уже чуть-чуть положено. Смотри, что... Просто вот так зашпаклевывать, ребят, потому что бумага, ну как, чтоб типа ее видно не было. Как правильно сказать? Ну подмешивши, я все равно буду красить. Не, ну понятно, по бумаге она блезет, размокнет. То есть все надо чем-то как-то. Все равно крепше будет. То есть структура, вот это же получается такая кривенькая, ну как и у того кирпича. А вот здесь сейчас положу маленький. Половинку. Вот так вот половинку и здесь все. И вверху вот здесь, ну как бы кусок вот так вот. Ну как бы и здесь навстречу от двери вот так тоже чуть-чуть маленький кусочек. Может наоборот тут, тут и в середине как-то. Не в середине ничего здесь не будет, только по уголкам. И может быть вот там тоже, в углу, знаешь, ну как бы несколько штучек. Нафига я столько нарезал. Ну может еще где-нибудь найдется. Ну я просто думала, может там растенок выложу. Жорж, брось! Ай, Жоржиньо! Ломонись! Бобоку. Веселый Боб. Боб, удавайся. Ах ты веселый Боб, ах ты веселый Боб. Жоржинь, вот так выпьем. Сейчас пойду. Он, скорее всего, или затянул, или в сенник, или вот там на площадке возле кроликов. Сейчас, может, посвечу. Попробую найти. Ира, цепи, пожалуйста. Блин. Ну так не резко. Или ты специальная ее? Где елка? Я не знаю, где елка. Может там в лампочке осталось. Там нету ее в лампочке. Наклеили кирпичи, ребят, на стенку. Те, которые я выпиливал. И собрались грунтовать ближайшую стенку. Грунтовкой. Жорик утянул щетку, которой надо грунтовать. Ой. Но обычно он затягивает или в сенник, ну все свои вещи, или вот тут возле кроликов. Сейчас попробую найти, но вряд ли. Фонарик включил. Это так. Ира нервничает, она собралась уже. Кость. Где ты дел? Щетку эту. Как-то все по-другому выглядит. До завтра ждать не вариант же. Сейчас. Да, Жорж? Где ты мог деть? Вот тут еще на площадке. Вот как бы в огороде, не в огороде, на участке. Он постоянно копошится, играется, кувыркается. Вот она, конечно. Честно говоря, ребят, не верил, что найду. Ну так попытаться, чтобы успокоить. Вот какое добросовестно еще. Нашел. На. Иди сюда. Ну уже все. Ну уже не поймет, ну что его обижать теперь. Ну Ира, он уже забыл, что он сделал. Нельзя так. Ты же сама варила, надо только сразу. Сразу. А он не сразу. Он уже давно потерял. Все иголку ищешь. Давайте другую принесу. Нет, Андрюш, я беспокоюсь. Мне не жалко иголку, мне жалко ногу, если я, знаешь, босиком здесь наступлю. Потом же выметим, она выметится. Вон она. Иголку мне как раз-то совсем не жалко. Не жалко ногу. Ребят, он вверху поклеили, ну насколько хватило этого гипса, еще будет доклеиваться, я так понимаю. Да. И внизу. Прилепили красоту. Вот эту стену Ира хочет погрунтовать, который нарисованный кирпичик. А это пускай сохнет. Грунтовка пошла. Похоже. Жоржик видать не хочет. И мынток. Щетки за нос. Это такая щетка уже. Это я так, знаешь, что неохота лазить там в путь. Я же теперь, я уверена, что у меня еще одна есть новая. Я покупала две. Одна с деревянной ручкой, одна вот эта желтая ручкой. Вот, обосрадыш. Ой. А сейчас другая миссия, у меня тоже не менее маловажная, ребят. Ну с чего надо начать, сразу сделать и забыть об этом. Три жирных пакета с мусором. Как бы масть спрет, надо отнести. Сегодня, по идее, машина будет со смусором. Сейчас мы этот мусор и отнесем, повесим. Мы с этим мусором, ребят, подзасрались. Ну вот, три пакета. И там сейчас покажу. Вот, глядите. Сколько. Дерьма. Ну ничего. Зато вывезут. И мусора у нас будет, опа, гораздо меньше. Теперь можно все в доме прикрываться, замыкаться и делать дела, которые домашние, в личном подворье, в доме. Боб. Вот, подлец. О, он уже бегает. Хозяин жизни. Жорик, бегом домой. Бегом. Ах ты, подлец. Ах, поймаю. А, на, на. Сейчас будет. Бегом домой. Пузырь свой забирай. Оба. Все, газуй. Ой, чистяка. Но он подрос, как бы, уже не такой интересный, как был и раньше. Но все равно, изыск у него остался. Вот эта. Изюминка веселая. Все-таки чуть-чуть покажу, ребят. Вот один кувелдик будет, творога. И тут еще осталось чуть-чуть. Вот столько получилось творога, ребят. Ну, я не знаю, килограмм по-любому есть. Килограмм 300. Нормально. Кастрюлю сейчас надо замочить. Сразу она не помоется. Не знаю, может, у меня так только. А вот тут по краям. Ну, сейчас нет. А вот. Вот как стоял творог. И вот эти края засыхают. Им надо отмокнуть. Сейчас полную кастрюлю налью ватой и на улице постоит. Потом ее вымаю тщательно. Оп. Опа. Все, пусть отмокает, ребят, кастрюля. Это на потом. Сейчас займемся нашими кроликами. Как и говорил, как и обещал, как и рассказывал. Ну, наверное, не все знают. Это я в стриме, наверное, болтал. Проболтался, скажем так. Фух. Сейчас я сажаю к нашему кролу, мощному, классному, пушистому, с толстыми лапками, большими щеками, большими телесами, бодибилдеру. Пересаживаем нашу Машку. Нашу Машку пересаживаем, да, Боб? Нашу Машку мы пересаживаем, пересаживаем. Потому что, как вы знаете, она у нас не родила, хотя должна была. Видать, акт не удался. Или она уже старенькая, ну, как бы она уже давно у нас. Ну, наверное, нет. Наверное, просто не удался. Но я же кешу себя мыслью. То есть сейчас мы пересаживаем Машку, пробуем, состоится, не состоится, акт, и потом делаем там гарем. Ну, сейчас все покажем. Да, Машуль? Пойдем, да, пацана? На свиданочку. На свиданочку. Оп, пошли. А то что-то ты скурвилась. Гожать не хочешь. Будет еще одна любовь у тебя. С тем же парнем. Вот это что такое, жопу выставила. Боб! Газуй отсюда. Это не тебе, кролик. Должно получиться. Машка такая у нас любвеобильная. Как правило, у нее все хорошо. Не, даже Машка что-то... Что-то не дается. Такое ощущение, что она как беременная. Может, я что-то с числами перепутал. И она вроде по виду такая пузатенькая. Наверное, лучше пересадить. Если она беременчатая, чтобы не было каверзы. Пойдем, Маш, отсюда. Нафиг. Ну, что-то такое похоже, как беременчатая. Может, кажется, ну, блин. Не может же она столько носить. Долго. Но не дается явно. Пытается и огрызаться, кусаться, биться. Ну, или не гуляет, или беременчатая. То есть, и тот, и тот вариант не подходит. Оп. Иди. Все. Гуляй. Раз этот вариант не прошел, ребят, сейчас этих троих туда кидаем в гарем. Молоденьких наших самочек. Вот этих. И пусть как живут-поживают. И добра наживают. Всех троих, блин. Балованный такой. Это не тебе, игрушка. Ну-ка. Иди ты отсюда. А ну-ка. Ну, чтобы не дрались. Давайте поспокойнее себя ведут. Сейчас тех двоих. Тогда пересажу, ребят. Остальных. И пусть они тут почти месяц сидят. У них же через месяц роды, как бы. Месяц они вынашивают плод. То есть, перед самыми родами, ну, отсажу крыла, ну, и будем ждать потомства. То есть, сейчас увижу-не увижу, ну, было ли совокупление. То есть, ну, просто наличие самца провоцирует у них, ну, так как загул, не загул, как правильно сказать. То есть, тот момент, когда они, ну, подпустятся, могу прозевать. Но тот факт, что они там месяц будут почти сидеть, ну, практически стопроцентно гарантирует то, что все будет хорошо. Сейчас это и попробуем сделать. С тремя самочками. Опа. Только единственное, надо будет сделать три маточника. То есть, для каждой самочки свой домик. Опа. Вон, теперь этому царю гарем. Три тетки ему. Так. Чё? Балбес. Ах ты гадость, так ты еще надоешься. Опа. Они вон все пузатенькие, хорошие, взрослые, уже большие. Пора им хлеб отрабатывать. Я тебе отдам. Я тебе отдам, Боб. Балованный. Всё. Это не игрушки тебе, Боб. Они не для того, чтобы с тобой играться. Скачут. Оставляем их, ребят. В любви, в согласии. Пусть создают семью. Мы пойдем дальше. Творить, работать. Дел еще хватит. Заданий же надавали. Ира как уехала, мне по списку прям. То-то-то-то-то-то-то-то-то сделай. Мусор вынеси там. Т-т-т-т-т-т-т. Блин. Сейчас вот одно из заданий сейчас покажу. Такое не пацанящее, не мужское. Но сделать его надо. Ну, попросили. Надо белье поснимать, ребят. И там машинки вчера вечером, ну, уже перед сном, как бы она закончила стирать. Надо вывесить то белье, которое... Ну, в машинке, короче. Жорж, ты-то не пугай. И мы так тошно. На новом месте. Опа. Ладно, ребят, сейчас это белье ложим, новое выкладываем. Вешаем. И продолжаем уже переходить к мужичацким делам. Заходи, что ли. Балбес. Ну что, ребят, миссия невыполнима выполнена. Пусть и не мужичацких рук дело, но как не показать такую красоту, ну, в моем понимании. Как тут и было, да? Знаете, я что по кроликам еще сейчас подумал? Я сейчас в последнее время, ну, неограниченно кормил зерном. А когда их кормишь зерном, ну, много в рационе зерна, пшеницы, ну, такого, жирной пищи, они могут просто-напросто зажиреть, ну, и в загул не уйти, то есть, ну, жиром заплыть. Может, вот эта проблема в этом. Сейчас, наверное, вот это мы так и сделаем, то есть, перестанем их кормить зерном, только сено. Они похудеют, они загуляют, они родят много маленьких кроличков. Но если миссия это не удастся, может, они тогда просто какие-то поломатые. Тогда мы их пустим просто на мясо. Ну, тоже как вариант, в принципе, что, нормально. Тогда просто перед забивом опять на зерно жирка поднаберут и под нож. Вот здесь, ребят, видите, какие дыры. Их надо сейчас заколотить, ну, замазать по мере возможности цементом, чтоб расхода гипса вот этого или как АБС, я не знаю, что там Ира покупала, замазку вот эту. Чтоб расход вот этого замаз, подмазывающего ингредиента был минимален. И Ира тогда вот эти кирпичики ну, и дальше вот тут везде нарисует. То есть, сейчас надо раствор замесить. А тут, подлица, ты понимаешь, что у нас съемка идет? Боб, у нас съемка идет! А ты балованный! подлец! Пришел, поломал мне всю систему, ну, как сбил. Как изыску, словакоблудия. И убежал. Ну, ладно. Соответственно, сейчас еще чуть покажу. Может, ваш глаз не зацепил. Дело в том, ребят, видите, нет лавочки. Уже шестая или седьмая со счета сбился, лавочка продана. Но дело в том, что вот только ее продали, опять написали, нужна лавочка. В пятницу должны приехать за ней. Сегодня, сегодня среда вроде. То есть, в принципе, всего ничего. Я думал, вчера за полдня сделаю, что там ту лавочку делать. А я же говорю, что-то меня ломало, спать хотелось, не выспался из-за этих коз. Ну, в общем, лавочку надо сделать сегодня, хотя бы частично. Трубы были куплены. Порезать, сварить, покрасить. Как раз они просохнут. Доски просто еще не покупали, не было, был закрыт магазин. Завтра купим доски. Если вот эти основы, если будет готова, в принципе, там 5 сек, доделаем лавочку. Это уже будет что, четверг? Ну да, в пятницу можно будет ребятам приехать, забрать нашу лавочку. То есть, в принципе, лавочки идут на ура, можно сказать. Ну, медленно, печально, конечно, но расходятся. Какая-то тысяча всегда есть. Единственное, что с Иришкой всегда думали, надо ассортимент чуть расширить. Как-нибудь денежка появится, купить материалы, купить, сделать столик, сделать лавочку другого формата. Ну, чтобы ассортимент был. И то есть, тому то понравилось, тому то понравилось, то у нас, грубо говоря, ну, утрированно, одна лавочка в месяц уходит. А так будет одна лавочка, одна лавочка, один стол в месяц уходить. То есть, там вместо одного изделия три изделия. И довольствия, как бы, будет больше. Так, прежде чем замазать цементом, вот это то, что я показывал, там есть налепи, ну, раствора поляпалось, что-то капало, надо его сбить. Сбивать, думаю, лучше всего благородным топором. Это вот такой инструмент, топор, как зубила, лом, топор, подходит ко всему. И можно сделать все. Не очень качественно, но результат какой-то будет достигнут. Просто вот видите, нарост, то есть, он вот так идет. Вот. То есть, соответственно, плинтус сюда не ляжет, ну, ровно, или с пузырем. Зачем нам это надо? Будем отбивать. Теперь надо вымести это, замести, чтобы сухо, комфортно было и заляпаем цементом, ребят. Да, Боб, скажем, да! Ах ты, подлец, ах ты, подлец, манти, балванный, да? Резкий, дербский. Ой, блин, начал тут дела творить. Я же еще, ребят, не кормил скотину. Ну, подоил, но не кормил. В принципе, время еще терпит. Сейчас кормлю, тогда потом уже раствором будем баловаться. Что за фигня, ребят? Сейчас покормил кроликов, иду, там, вдоль козлятника, смотрю. Узнаете, кто просочился? Ну, она белую козочку не трогает совсем. То есть, вон, козочка лежит, отдыхает. Ввиду, наверное, большого количества территории, ну, пространства, ей глубоко по боку. Но, все равно, и тут не место. Ребят, ее выгонять назад и заделывать ту щель, где она просочилась. Найду. А ну, бегом! Курва такая! Домой! Ах ты, тварь, еще и уходить не хочет. Ты тут не дома уже, все. Опа! Ну, вот она и дырка, найдена. тварюка такая. Я же с этой стороны рейку, чтоб она туда, когда бьет, не отбивала. Она теперь с той стороны отбила. Хозяин, хозяин, наказу. Сирун, ты что? Обосрался? Не ссы, она за сеткой. Не знаю, как она отбила, ребят, но былой активности нет, как она раньше вот это колбасила. Но все равно надо просто укреплять. Стерну вариант шикарный, но который сейчас. Надо с той стороны еще одну рейку набить, но так. Потом, сейчас надо с цементом поиграться чуть-чуть. Она тебе мешает, Джорик? Мешает? Твой подлец. Хозяин жизни. Правильно, всех надо строить. Нефиг. Все должны повиноваться Джорджу великолепному. Смотрите, ребята, она уже ходит абсолютно спокойно. Ну, походи, Нюська. Тебе. Не хромает вообще. Все хорошо. Мамамамамам. Посрать вкус. Что? Фонтан надо. Сейчас, сейчас. Постоянно как идет. Просит живительной влаги. Завалил уже мне всю систему. Ну, фонтан на бок. Шалапай. Вот это кролик их запугал, загнал. Ну я думаю освоятся, вылезут еще, куда не денутся. Смотрите, что делает ребят. Пытается просочиться. Ой тварюка, ой тварюка. Ну все спокойные, все люди как люди. Застряла? Да-да-да-да, вот то же. Да не знаю, вам наверно не видно ребят, мусора нет, увезли. Вот тут можно и с камушками, можно и сеянный, можно и веяный по боку. Лишь бы залепить, чтоб меньше расход АБС было или это, что там, кирпичи чем рисует. Сейчас мы на твороге намешаем, чтобы вода не пропадала. Прям густое, четко. Ну что ребят, могу сказать. Как мог. Это не ровно, это просто дыры болезни. Большие засыпал, залил, как зашлепал. Сверху уже будет вот этой белой фигней делаться гипсом или алебастром. АБС будут рисоваться кирпичи. Потом еще сверху ляжет плинтус. То есть, то, что мне было рекомендовано сделать для улучшения своего здоровья или как, чтоб оно не испортилось, скажем так. Ну, задание выполнено, короче. Пока на этом все, ребятки. Сейчас попробую сварганить видео. Надеюсь, из этого что-то получится. Так, чуть-чуть сумбурно. И надо быстренько, быстренько, быстренько делать скамеечку. Потому что за ней приедут. Надо, чтобы она была готова. Делов как бы немного, но все-таки время уйдет. Поэтому сейчас делаю видео и перемещаюсь для делания лавочки. Показывать не буду. Может быть готовый результат. В принципе, и все. Всем пока, ребятки. Если не подписаны, подписывайтесь. Оставайтесь с нами. Видео выходит каждый день. Ну, практически каждый день. Бывает и по нескольку видео выходит. Поэтому всегда, всегда, всегда рады вас видеть. Пока. Добра. До встречи. Пока, ребятки. Мы вас любим.